ассалам алейкум ассалам алейкум здравствует уважаемые значит продолжаем объяснить обучать то что мы получили с наставника сайт надо давать напомним что мы сейчас находимся в турции город анталия в мастер-классе у наставника сайт рода даватова значит сейчас находимся в гостинице уже 6 дней учимся каждый с утра до поздна учимся и плюс отдыхаем купаемся короче учеба тетрадь учимся все значит что я хотел вам сказать насчет клиента вот значит если у вас бизнесе клиенты мало надо анализировать клиентов а как можем анализировать вообще клиентов как можем сделать так чтобы ваш продукцию побольше продавались знаете в каждом сфере есть конкуренты любом сфере есть конкуренты значит нам надо анализировать свои конкуренты если например вы производите или продаете например не знаю там какой-то тетрадь и не знаю там ручки или еще что-то в вашем сфере есть другие производственники другие магазины или другие продажники вот специальный тетрадь надо брать и прям туда написать например номер второй наименование конкурента например магазин тот а магазин еще как как это и потом уже сказать потом сказать вот сколько они продают в месяц или в день какая у них объем производства объем продажа можете звонить а можете получить у них какая цена продает какие услуги производит какие услуги предоставляет и где рекламируют они все вот это заполним и у нас будут понятия как они больше зарабатывают они больше продают здесь просто от анализа сразу знаем где наши ошибки где наши плюсы где наши минусы все делается от анализа если не анализируем плохо плохо просто плохо ребята а все что мы делаем из анализа белая круто ребята круто помогает нашего бизнеса рост будут конкретно и еще знаете вообще-то бизнесе оказывается один из самый-самый-самый-самый важные вещи это умение управлять командой многие люди пишут нам нам нужен деньги нам нужен инвестор для бизнеса так далее так далее наш наставник сайдмурат давладов нам всегда говорит для того чтобы делать бизнес в первую очередь не деньги не знакомые нужно в первую очередь человеку нужен идея крутая идея потом для того чтобы реализовать эту идея нужно такое доверие понимаете первое значит идея крутая идея второе доверие второе доверие доверие идея доверие третий уже характер как это называется на русском языке стремление характер как это переводится характер стремление нужно 3 а потом для того чтобы мы стремились начали как это дело потом для того чтобы дальше продолжать нам нужно ресурсы если у вас есть крутая идея у вас есть крутая доверие и крутая стремление деньги уже будут четвертые но так далее но мы иногда без деньги тоже можем попробовать можем не надо сразу большие деньги взять бредин говорит так далее так далее просто надо попробовать вот маленькая сумма очень-очень маленькую сумму надо тестировать, пробовать, тестировать, тестировать. А если ваша идея слишком крутая, слишком большая, что не можете тестировать, тогда именно в этой сфере идите там, где это занимается, туда просто на работу устроитесь и там работаете месяц, например, и вы узнаете, что это можно реализовать или нельзя реализовать. И потом прямо там скажете руководителю и так далее, давайте у меня вот так идея, я уже работаю у тебя 2 месяца и я могу, например, увеличить твой доход 50% или 40% или 20%. И прямо ему скажете, вот сейчас сколько зарабатываешь, например, прямо скажете, он скажет, ну не знаю, там 10 тысяч долларов в месяц или там 100 тысяч долларов в месяц. вы скажете, все, у меня вот такая идея, давай будем использовать мои идеи. И ты получишь, например, два раза больше, три раза больше. И с этого прибыли определенные, например, несколько процентов даешь меня. Очень много бизнесменов на таких условиях соглашается, потому что бизнесмен для того, что делать бизнес, у них очень-очень много задач, очень-очень много проблем. Поэтому, если ваша идея крутая, они вам поможут. просто так и ты ничего не делаешь, дай деньги или там, дай мне вот эти деньги, я что-то буду делать, они не даст. Ведь для того, чтобы получить их деньги, найти инвестора, вы должны конкретно стремиться объяснить бизнес-план, и там пробная работа показывает им результат конкретный. Без результата очень трудно. потом второй. Значит, первая идея, потом доверие и стремление, то есть характер, потом уже деньги нужно. Деньги в четвертом очерке. И очень много люди сразу берут кредит уважаемые. Ну, не знаем, что везде можно взять кредит. Ну, там, не знаю, там некоторые люди берут там тысячи долларов, или десять тысяч, или там сто, или миллион берут уважаемые. Кредит, я не говорю, что неправильно. Не говорю, что правильно. Просто, знаете, для того, чтобы брать долг или брать кредит, во-первых, надо тестировать свои идеи. Попробовать. Тестировать и попробовать. А когда минимальный результат получите, потом уже можно взять долг, кредит или инвестор. Во-первых, надо попробовать. Попробуйте, пробуйте, пробуйте. Вот, когда мы начали бизнесом, мы очень много потеряли. Очень много проблем было, очень много потеряли. Вот первый раз, когда мы начали бизнесом, у меня был один хороший брат, уважаемый родственник, и я у него брал десять тысяч долларов. И мы начали делать бизнес производства одного производства. И мы анализировали, например, раньше я занимался производством, у меня тогда работал на крупном предприятии, руководящем должности. У меня 14 лет опыт есть в руководящем должности. И я начал заниматься бизнесом, это самостоятельно, компанию открыл и делал. 10 тысяч долларов взял и тупо начал. Уважаемый, я наладил производство, около 2 месяца у меня ушел. Производство вышло, наладил, но продажи нет. Почему продажи нет? Потому что я не знаю, как продать. Сам процесс продажи – это непросто. Для того, чтобы продать, надо уметь продать. Просто так можно продать, но надо уметь системно продать. Когда продаешь, когда получаешь деньги, как получаешь деньги, наличие, пластык, перечисления, вот это как получаешь деньги, как оплатываешь налоги, как крутятся твои деньги, когда крутятся, как они платят, в каком времени платят, сразу платят или половина-половина или потом. Очень-очень, это непростая задача. Поэтому есть производство, есть продажа. Когда вы просто берете кредит, сразу начинаете производство, потом думаете, а если продукцию будут продаю. Охо-хо-хо, это очень большая. Один из больших ошибок. Поэтому, например, если вы хотите производить, например, вот это, вот это, это пепельный седовод. Если хотите это произвести, вы, во-первых, купите его и продайте. Продайте один раз, продайте два раз, продайте три раз. Если вы действительно сможете продать это в большом объеме, после вашего испытания, потом можно думать о производстве. до этого без навыков продажи вообще не занимайтесь производством, уважаемые. Мы около, там не знаю, полгода старались продать, потом как-то научились, но сам бизнес мы не смогли вот сохранить. Нас пришлось закрыть. Мы половину продали оборудование, половину что-то, что-то, и потом еще, по-моему, две года заплатили вот эти долги. Десять тысяч долларов я же взял, потом я же должен отдать. Поэтому это непросто, ребята. И вот навык прошел. Теперь я точно могу сказать вам. Для того, чтобы производить, во-первых, учите продажу. После продажи можно заниматься производством. Самому производству это нелегкая вещь. Поэтому вот так. Еще что могу сказать, уважаемые. Насчет персонала. В любом бизнесе основной проблемой это продажа. Если у вас готовые клиенты, если у вас клиенты стоят в очерду, можно заниматься уже любым бизнесом именно в этом сфере, и у вас будет крутой результат. Обязательно надо уметь продажа и наладить систему продажи. Вот как говорит наш наставник, если у вас в производстве четыре человека, у вас должно быть сорок продажников. А у нас как делаем всегда? У нас, например, какой-то цех или что-то есть, там работают десять человек, а продажник один или две. Это очень-очень большая проблема. Если один производственный, десять продажник нужен. Если две производственники, двадцать продажник. Хоть вы производите что-то, хоть услуги, хоть что-то, что продажник пусть делает много. Потому что если продажник много продает, если у клиентов много будет у вас, пусть очередь стоит. Потом уже можно отдать. Поэтому продажи – это один из самых больших задач в бизнесе. Как можно, например, можете вот так сказать? Откуда я могу дать зарплату, например, двадцать или десять продажников? Вы договоритесь с ним так. Продаешь – получишь деньги. Не продаешь – прости, пожалуйста, я просто так тебе зарплату не дам. Я дам зарплату тогда, когда ты сделаешь результат. Просто так зарплату не дайте, уважаемые. Это уже ого-го-го. Прошел бы, Советский Союз прошел. Просто так получит зарплату. Это сейчас не так уважаемые. Кто смогут делать результат, пусть они получают деньги. Те, кто ничего не делает, просто свое тело привозит на работу и увозит свое тело с работы. А таких людей деньги не дайте. Они убывают бизнес. Дайте только зарплату тому, кто вам помогает делать бизнес. Кто умеет работать над собой для результата. Кто работает для результата, они вам помогают расти. А вы им помогаете расти. Пусть получают сколько-сколько они заслуживают. Тогда Рос компания будет. Если компания Рос будет, всем хорошо. И вам, и нам, и народу, и сотрудникам, и государству, и миру. Всем выгодно. Если трудиться, хорошо работать. И вот. На счет производства. Мы работали там... Четыре средств я сам работал в производстве. Много что знаю на счет производства. Мы наладили многие заводы, многие цеха. Производство нужно четкость. Надо конкретно написать бизнес-план, бизнес-процесс. И жесткий контрол должно быть. Должен быть жесткий контрол. Контроль качества. Обязательно. Контроль процессов. Трудовой контрол. Все надо контролировать. Если не будет контролировать, это очень плохо. Без контроля это очень-очень трудно, ребята. А еще что могу сказать. Насчет... Ну, после производства обязательно надо наладить... До производства надо наладить продажу. Если у вас продажа хорошо, можно даже, даже, даже сделать. И вот, ребята, вот знаете, вот я говорю же. Если у вас что-то интересное, в комментариях напишите. Я именно могу дать вам информацию в ту сфере, которая вам интересна. Еще что могу сказать, например. И вот это очень-очень важная вещь, именно вот персонал. Вот, например, вашим... Вам нужен, например, юрист. Берите специалиста. Вам нужен бухгалтер. Берите конкретного специалиста. И скажите ему, у тебя есть опыт? У тебя сколько времени ты работал? Какие результаты ты получил? Конкретно. Только берите специалиста. Просто так не берите. Короче, давай идите со мной, друг. Ты помогаешь. Судем-судем. Это большая ошибка, уважаемые. Работаете с специалистом. Хорошим специалистом работаете. Они вам помогут работать правильно. Неправильные вещи не делаете. Только делаете правильные вещи. Вот. И вот, например, хотите взять продажника. Или там, не знаю, менеджер по продаже. Берите специалиста. Хотите взять HR, берите специалиста. У вас будет команда. Когда? Когда у вас есть по разным специалистам. По разным направлениям специалисты. Если специалистов наберете, то крутая будут. И еще, знаете, один человек, оказывается, такой вопрос задал. Что для вас важно? Первый. Лидерские способности. Или деньги. Большие деньги. Или много знакомых. Как вы думаете? Что вам важно? Можете выбирать один из них. Первый. Лидерские способности. Второй. Очень-очень большая сумма. Деньги. Например, миллион долларов. Третий уже. Как это? Знакомые. Крутые знакомые. Некоторые люди выбирают деньги. Некоторые люди выбирают там знакомые. Некоторые люди выбирают там лидерские способности. Давайте будем на каждом сказать. Что-то у меня зарядка кончается. Сейчас я зарядки привезу. Сейчас я зарядки привезу. Так, так, так. Все. Зарядку поставил. Трафончик поставим. Все. Значит. Вот это. Три. Из три надо выбирать. Первое значит лидерские качества. Второе это миллион долларов. Третье уже знакомые. Если у вас будет миллион долларов, уважаемые. Если у вас нет финансового плана. Если не умеете увеличить деньги. То есть приумножить деньги. Вы что будете делать? Покупаете машину. Покупаете дом. Судеем. Судеем. И эти деньги. Около год или два-три года они уходят. Если хотите открыть бизнес. Если у вас нет лидерских способностей. Если у вас нет знания. Как управлять бизнесом. Вы по-любому теряете эти деньги. Второе. Если у вас крутые знакомые. Не знаю. Там хакими ваши знакомые. Или не знаю. Там чиновник. Или там богатые ваши знакомые. Если у вас нет знания. Если у вас нет лидерских способностей. Навыки по переговору. Эти знакомые вам толкнет. Вообще толкнет. Третье. Это уже лидерские способности. Если вы умеете уговаривать людей. Объяснить. Собирать людей. Мотивировать людей. Создать команду. Управлять. Как это. Лидерские качества. У вас есть. Конкретные. Есть. Вам не нужно. И деньги. И знакомые. Не нужно. Вы сами можете делать. Все что захотите. Знакомые найдете. Деньги найдете. Зарабатываете. У вас все круто будет. Поэтому. В первую очередь. Нам нужно лидерские качества. Крутая поможет. Ребята. Это по опыту. По опыту придут. Значит. Это хорошо. Один человек сказал. Что тебе важно. Думаешь грубо. Ладно. Ладно. Как-то неудобно. Не буду рассказывать вам. Потому что здесь. Очень много женщин тоже есть же. Плохие слова. Надо объяснить. И потом. Вот. Еще что могу вам сказать. Система сказали. А. Вот это. Мотивация сотрудников. Все ваши сотрудники должны получить бонус. Уважаемые. Все должны получить бонус. Кто много работает. Они должны получить. Деньги тоже много. Кто меньше работает. Они должны получить меньше. Не делать так. Всем одинаковая зарплата. Давайте. Это плохо. Вы обязательно поставьте план. Поставьте KPI. И кто хорошо работает. Пусть они побольше зарабатывают. Кто плохо работает. Пусть они меньше зарабатывают. Меньше получают. Когда будет справедливость. Люди будут уважать вас. А. Упроводитель хороший человек. Я больше зарабатываю. Дают меня больше. А он меньше зарабатывает. Меньше работает. Или там много. Спит дома. Опаздывает. А он получает меньше. Если. И например. Одному сотруднику даете 500 долларов в месяц. Второму тоже даете 500 долларов. Но второй. Дохлый. Там опаздывает. Не знаю. Или пьет. Курит. Плохо работает. Во время работы. Если одинаковые даете. Вот этот хороший сотрудник уходит от вас. Хороший сотрудник скажет. Эээ. Что-то здесь нечестно. И он просто уходит. Поэтому. Будьте честным. Честный. 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 От честных руководителей сотрудники не будут уходить. Они сразу скажут. Он честный. Я не буду уходить. Потому что он честный. Он мужик. Он хороший мужчина. Хорошая женщина. Хороший руководитель скажет. Хорошие сотрудники останутся с вами. Хорошие сотрудники уходят. Плохие сотрудники уходят. Плохие сотрудники скажут. Да. Короче. Здесь. Меня не ценят уходят. Плюс уходят плохие сотрудники. И еще. Хорошим сотрудникам. Дайте там путевки. Премия дайте. И вот это благотворительное письмо дайте. Сертификаты дайте. Вот это очень очень мотивирует. Это круто ребята. Может вы думаете это.